Мы хотели бы с вами поразмышлять над этим хадисом, взять пользу со слов посланника Аллаха, где говорится, тот, который возлюбил встречу с Аллахом, Аллах возлюбит встречу с ним. А тот, который возненавидел встречу с Аллахом, Аллах возненавидит встречу с ним. Тогда Аиша, когда услышала эти слова пророка, сказала, Я наби Аллах, Акарахия Тальмаут, О пророк Аллаха, это ненависть к смерти, Ведь мы все ненавидим смерть. То есть тот, который возненавидит встречу с Аллахом, Аллах возненавидит встречу с ним, говорит пророк. И тогда Аиша, для нее это стало не совсем понятным. Почему? Потому что все из нас ненавидят смерть, питают отращение к смерти. И тогда я переспросил у посланника Аллаха, вот таким вот образом, На что он ответил? Говорит, Это не так, как ты подумала, Аиша. Это не так. Ты неправильно поняла. Однако верующий человек, когда его обрадует милосердием Аллаха, Его благоволением и раем, стремится к встрече с Аллахом очень сильно. Хочет встретиться с Аллахом, и Аллах хочет встретиться с ним. Начинает любить встречу с Аллахом, и Аллах начинает любить встречу с ним. А не верующий человек, когда его обрадует наказанием Аллаха, И его гневом начинает питать отвращение к встрече с Аллахом, И Аллах начинает питать отвращение к встрече с ним. То есть ненавидеть. Этот хадис является великим наставлением пророка Мухаммада, Салаллаху алейхи вассалям, Где он хочет донести общению. Один важный момент, который должен замечать, Придавать должное внимание своей жизни человеку. А именно, любовь к последнему миру, К настоящей жизни, которая ждет впереди человека. Дорогие братья, воистин он тот, который возлюбил Аль-Ахира, И стремится к последней жизни, Этот мир, или этот дунья, перед его глазами становится ничтожной. И он не уделяет ей внимания. Потому что очень сильно стремится и любит Аль-Ахира, В последнюю жизнь, и соответственно, Любит встретиться с Аллахом, Табарако ва Тааля. Особенно где? И когда? В момент смерти. Когда его радуют благоволением Аллаха, Табарако ва Тааля. Когда его приветствуют прощением от его Господа. Особенно в этот момент. Поэтому Всевышний Аллах Табарако ва Тааля в своей книге указал на то, Что те, которые не надеются на встречу с Аллахом, любят этот мир. Указывая как бы на этот смысл, про который мы сейчас с вами говорим, Разбирая этот хадис. А именно, что стремление к Ахире заставляет человека Относиться равнодушно к этому миру, к этой дунь. Они оставили дуню по этой причине. Поэтому Всевышний сказал Воистину, те, которые не надеются на встречу с нами И остались довольны для себя этим миром И удовлетворились им. А также те, которые невнимательны к нашим аятам, Ихним пристанищам, будет огонь за то, что они совершали. То есть ад. Заметьте, не надеются на встречу с Аллахом И удовлетворились этим миром. Значит, тот, который надеется на встречу с Аллахом, Не удовлетворяется этим миром. И не обращает на него никакого внимания. Именно про это здесь говорит посланник Аллаха, А особенно ярко это будет проявляться и видно по-настоящему момент смерти. Как раз таки, на что указал посланник Аллаха в этом хадисе. И речь не идет о твоей неприязни к болям, Которые сопровождаются в момент смерти. Почему? Потому что каждый человек, ему ненавист на это. Речь не об этом. Поэтому посланник Аллаха сказал, как бы поправляя Аишу, Что это здесь не имеется в виду. Салаллаху алейкум ассалям. А имеется в виду совсем другое. Значит, этот хадис, доказательство вот на этот вопрос. Заметьте, здесь его радуют милосердием, благоволением от Господа миров. И он начинает жаждеть встречи с Аллахом. Встретиться с ним в момент смерти. Почему? Потому что в этом мире он сделал все необходимое для того, Чтобы радоваться в этот миг и в этот момент. Он позаботился о своей жизни. Особенно для этого момента. Он совершал благие дела. Он веровал в Аллаха. Он был мусульманином. Поклонялся Аллаху. Поэтому ему есть чем ликовать в этот момент. Есть причина радоваться. Почему? Потому что он выходит из узкого, тесного места к просторам жизни последней. Потому что он выходит из тесноты и угнетенного состояния этого мира к просторам, комфортам, наслаждениям мира вечного. Поэтому эту радость никто не сможет описать, кроме тех, которые уже почувствовали на себе этот момент смерти. Почувствовали на себе в момент смерти. Уже никто не сможет тебе это описать. Пока ты сам этого не испытаешь. Посмотрите историю того человека, про которого Аллах рассказал нам в Суре Ясин. В Суре Ясин Аллах нам рассказал историю про одного человека, который последовал за посланниками. Но народ не воспринимал их, то есть этих посланников. Сошли их лжецами. Аллах послал двоих. Они обвинили их лжецами. Он Всевышний подкрепил их третьим. Но они продолжали упорствовать в своем неверии. Рассказывая эту историю в Суре Ясин, Аллах говорит. Жил один человек на окраинах этого селения. Он прибежал. Ясин. Прибежал к ним и сказал. О, народ мой, последуйте за посланниками. Приводится историю полностью, где он начинает призывать их. Последуйте за посланниками. Итабиумалля ясалюкум аджра. Ваху мухтадун. Последуйте за теми, которые не просят у вас вознаграждения или оплаты за это знание, которое они вам дают. Более того, они находятся на прямом пути. Прочитаешь аят, увидишь, как он искренне призывает их последовать за единобожием. Оставить широк и оставить следование своим собственным страстям. Или то, на чем они застали своих дедов, суевериям, традициям языческим. Чтобы предались Богу, Всевышнему Аллаху, Табараку, Тааля, и посыдывались за пророками. Призывает, призывает, но бесполезно. Никакой положительной реакции не произошло. И благого ответа они ему не дали. Что сделали? Они убили его. Приводится в толковании от сподвижников, посланника Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассалям. А также от его учеников, что они его забили до смерти. И сделали это так, что внутренности вышли у него наружу. Теперь я хочу с вами обратить внимание на тот момент, где Аллах говорит или обращается к нему, когда он умирает, этот человек. Он умирает или уже умер. Аллах говорит, дальше уже в суре Асин, ему было сказано, войди в рай, заходи в рай. Он воскликнул, ой, если бы мой народ знал. Это чисто никто не сможет тебе передать, описать эту радость, жажда встречи с Аллахом, сильное стремление, ликование вот этими вот наслаждениями, которые тебя передают. Невозможно передать, невозможно описать. И он, к сожалению, смотри, что говорит. О, если бы мой народ знал. Бима гафара ли Рабби, ва джа'льани миналь мукромин. За что простил меня мой Господь и сделал меня одним из почитаемых, то есть в рай. О, если бы знал мой народ, за что простил меня мой Господь. Или, о, если бы знал мой народ, что мой Господь простил меня И сделал одним из почитаемых. Восхищаясь этими словами этого искреннего человека, проповедника, Катада, ученик-сподвижников, говорит, «Ля талка аль-му'мина илля насахан, ля талка ху гащан». Никогда ты не увидишь верующего, скрывает благо для своего народа. Нет, верующий всегда искренне желает добра для него. Да помилует его Аллах. Он желал его, то есть блага и добра своему народу, даже после своей смерти. До того он сильно был искренен в своем дауате, в своем призыве. Даже после смерти желал им добра, говорит. И воскликнул, если бы они знали, говорит. Джахль, невежественно, у них знания нет. Если бы они увидели то, в каком блаженстве сейчас я пребываю, обязательно бы последовали за этими посланниками. Обязательно последовали бы за этими посланниками. Вот так вот восклицает, вот так вот радуется, ликует. Почему? Потому что все вот эти боли, все неприятности, невзгоды этой жизни покинули его. Он с ними расстался. Это был какой-то короткий промежуток времени, в котором он испытал эти боли. Но теперь, когда он вышел из тесноты этого мира в просторы, жизни последней, вечной, настоящей, он понял и почувствовал то, что это несравнимо. Почему, дорогие мои братья? Потому что тот, который желает встречи с Аллахом Табарака Ва Тааля и любит ее, когда встречается с Аллахом Субханаху Ва Тааля, и Аллах показывает ему его место в раю, где он должен наслаждаться и где он будет жить в довольстве, что скажет? Скажет, Господи мой, я никогда не испытывал мучения и боли. Я никогда не испытывал неприятностей. Я никогда зла не видел в своей жизни. Как пришло где? Как пришло в хадисе послание к Аллаху, салаллаху алейхи вассалям. Почему? Потому что просто заглянув в это место, просто один раз окунувшись туда, как говорит пророк, алейхи салалату ассалям, он забудет все те невзгоды, которые пережил в этом мире. А эти невзгоды, они могут быть различными, могут быть бытовыми, которыми Аллах тебя испытывает в твоей личной жизни, общественной, социальной. Либо невзгоды и беды, которые ты переносишь, практикуя религию Аллаха Субханаху Ва Тааля, на пути призыва к Аллаху Субханаху Ва Тааля, и то, и другое имеется в виду. Поэтому наши праведные предшественники, как передают от некоторых, ассалаву салих, подвижников посланника Аллаха Субханаху Алейхи вассалям, некоторые приписывают это к Белялю, Муадзину, посланника Аллаха Субханаху Алейхи вассалям, что когда он умирал, вокруг него люди, или его родственники, плакали, говорили, о, отец, думали, что ему больно, наверное, или думали то, что он горюет. Нет сомнения, что время горевать очень больно. Но послушайте, что он сказал. Сказал, «Ля карба аля аби каба адаль йом». После этого дня не будешь знать, что такое грусть твой отец. После этого дня твой отец не познает никакой грусти и никакой печали. Мы встретим наших любимых друзей, Мухаммада и его сподвижников, говорит. Этот краткий эпизод из жизни наших правильных путешественников на что указывает? Указывает на то, о чем мы сейчас с вами говорим. Кто возлюбит встречу с Аллахом, Аллах возлюбит встречу с Ним. Вот таким вот образом нужно любить встречу с кем? Со Всевышним Аллахом Субханаху Ата'аля. Искренне. Желая то, что есть у Него, даже если придется пожертвовать прелестями этого мира и желаниями, которые возникают внутри человека, получить что-то из этого мира. Тоска по встрече с Аллахом, стремление к встрече с Аллахом. Почему? Потому что послание к Аллаху Салла Аллаху Алейхи Ва Салям сам этого просил у Аллаха в дуа, как приводит имам Аль-Насаи, Рахима Аллаху Та'аля, а также другие мухаддисы, со слов Аммар Ибн Ясир, что послание к Аллаху Салла Аллаху Алейхи Ва Салям после Ташахуда и перед Тослимом делает длинная дуа. И из того, что он там говорил, были его слова «О Аллах, позволь мне испытать наслаждение взора на лик Твой и позволь мне стремиться к Твоей встрече так, чтобы не повредило этому ни несчастье, которое принесет за собой вред, и не искушение, которое ведет или собьет с правильного пути. Позволь мне стремиться, то есть позволь мне тосковать и желать встречу с Тобой, но чтобы не помешало этому намерению, какого-нибудь бедствия, которое заставит меня желать смерти, или искушение, которое тоже заставит меня желать смерти. Нет, не так и не так, а просто сделай меня отреченным от мира этого и искренним смирением перед Тобой, аж таким образом, как будто я представляю то, что есть у тебя из наслаждения и стремиться получить это. Сделай меня таким, посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, просил. Почему? Потому что в дуа али стифтах, в одной из ночной молитвы, в открывающей мольбе, то есть, которая открывает намаз человека, посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, говорил, воистину. Ты истинный, и встреча с Тобой истина. О Аллах, Ты истинный, Господь. И истинное божество, которое заслуживает поклонения, и встреча с Тобой тоже истина. Точно так же, как мы все знаем, что Господь существует, есть Он, неразделимо тоже, знаем, что Всевышний Аллах, встреча с Ним тоже истина, тоже хак. Каждый встретится с Ним. Поэтому посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, однажды вышел к своим сподвижникам и сказал, воистину есть такой раб, кому Аллах предоставил выбор между этим миром и последним. И он выбрал встречу с Аллахом. Тогда сподвижники поняли, в чем дело, и расплакались. Но посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, успокаивал их и говорил, мы встретимся с вами у водоема. То есть они поняли то, что посланник Аллах говорит про самого себя, салаллаху алейхи ва салям, но он успокаивая их, говорит, не беспокойтесь, не переживайтесь, мы встретимся у водоема. Поэтому вспоминайте слова кого? Слова Беляля перед смертью. После этого дня ваш отец не познает грусти. Мы встретимся с нашими любимыми, Мухаммадом и его сподвижниками. Поэтому, дорогие мои братья, говорит Аль-Хасан Аль-Басри, рахимаху Аллаху Та'ала, один из таби'инов, Клянусь тем, в чьих руках Моя Душа говорит, верующих ты увидишь только горюющими и озабоченными. Верующих везде ты увидишь озабоченными и опечаленными. Поэтому бегите к вашему Господу и у Него ищите утешения, успокоения и укрытия. Воистину, никогда верующий не почувствует отдыха и спокойствия, пока не встретится с Аллахом Табаракова Та'ала. Эти слова Аль-Хасан Аль-Басри и имеют отношение к нашей теме и к этому хадису, который мы с вами прочитали, где он говорит, что верующий, который желает встречи с Аллахом Субханаху Та'ала или возлюбил встречу с Аллахом, ты, говорит, постоянно встретишь его или увидишь его озабоченным и опечаленным. Почему? Потому что он занят своим делом, боится за самого себя, переживает, но и в этот момент хочет тоже рая Аллаха и что верующий не должен чувствовать себя спокойным или жить в отдыхе пока не встретится с Аллахом Табаракова Та'ала. Хочет указать на то, что это не достигается путем отдыха тела человека. Если ты возлюбил встречу с Аллахом, то твое тело не должно отдыхать в этом мире. Поэтому стремление и тоска по встрече с Аллахом вот таким вот образом проявлялось у пророка Мухаммада салаллаху алейхи вассалям, у его сподвижников и до этого у пророков Аллаха. Как допустим в суре Та'а Муса алейхи салям что сказал или что точнее передал от него Аллах в Куране в суре Та'а сказал я поспешил к тебе о мой Господь для того чтобы ты был доволен мною. Сказали толковали Ла Курана из-за сильной тоски по встрече с тобой. Когда Муса поторопился оставил свой народ и ушел к кому? К Аллаху субханаху и я оставил там присматривая за ними кого? Харуна алейхи салям. Когда Аллах ему сказал почему ты это сделал? Он сказал я поторопился к тебе чтобы ты был доволен мною. Толкователи Курана говорят то есть из-за сильной тоски и желания встретиться с тобой. Поэтому почитаешь Священный Куран увидишь как Всевышний Аллах успокаивает кого? Успокаивает тех которые сильно тоскуют и надеются на встречу с ним. Субханаху как допустим в суре Аллах говорит Ман Кана Ярджу Ли Ка Аллах Фа Инна Аджал Аллах Ла Ат Ва Хуа Сами' Уль Алим Тот который надеется на встречу с Аллахом то воистину срок Аллаха непременно наступит и он слышащий знающий успокоение таким людям. О тот который поклоняется Аллаху Субханаху из-за того что он сильно желает встречи с ним. О тот который возлюбил тоскует успокойся чувствуй себя спокойно. Воистину он тот который поступает таким образом пусть знает то что срок Аллаха он непременно наступит и он слышащий слышит все ваши слова и он знающий знает все ваши дела. Ничто не пропадет у Аллаха Субханаху Ва Та это мое успокоение на то что этот день этот срок он наступит в любой момент и то что ты делал не пропадет у Всевышнего Аллаха Та Барака Ва Та также говорит Всевышний Аллах Та Барака Ва Та Суре Аль-Бакара Васта'ину Бессабари Вассаля Ва Инна Лакабиратун Илля Аля Лакаши Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину намаз является чашким бременем для всех кроме смиренных Кто такие смиренные? Дальше поясняет Всевышний говорит Те которые убеждены о том что обязательно встретят Аллаха и непременно к Нему возвратятся тот который убежден в этом и твердо верит в это он смиренный увидишь увидишь его постоянно терпеливым соблюдающим свои намазы об этом говорит Всевышний Аллах Та Барак Та Аля тот который возлюбил встречу с Аллахом тоскует по ней невозможно чтобы сидел сложа руки именно это понимается с этих аят и с этих хадисов невозможно чтобы сидел сложа руки это поведение человека нельзя объяснить никак ни логически ни шариатски необъяснимо чтобы ты тосковал желал встречи с Аллахом но сидел сложа руки поэтому про это Всевышний Аллах сказал в Курале Тот который желает встретиться с Его Господом и надеется на встречу пусть совершает благие деяния и не приобщает в поклонении Господу своему никого чтобы ты готовился тогда если надеешься на встречу с Господом твоим готовился как делал праведные деяния правильные соответствующие сунни посланника Мухаммад ибн 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 никого ибн это включает себя не только поклонение идолам истуканам как думают некоторые нет а все виды ширка многобожия остерегался как большого так и маленького именно на этом были первые мусульмане праведные наши пришественники как допустим слова прочитав этот аят что сказал сказал и не приобщай в поклонение к Господу твоему никого прочитав этот аят сказал не говори о своем поклонении никому не рассказывай о своих благих делах никому что хотел сказать абдуллах ибн ибн толку этот аят хотел сказать бойся совершить показуху бойся маленького ширка что этот аят не включает в себя только поклонение идолам будь искренним в своих поклонениях значит великая польза которую мы берем с этого хадиса и это самая главная польза что тот который возлюбил встречу с Аллахом субханаху показывает это на своих делах имея при себе правильное знание о том что произойдет и о том что будет и о том как должно выглядеть это твоя подготовка это твое поклонение доказательством того что человек тоскует по встрече с Аллахом субханаху ата'аля является его любовь к смерти таким вот образом как объяснил посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям а не так как это поняла Аиша радвиллаху альхи доказательством того что раб желает встречи с Аллахом и возлюбил ее является любовь к смерти любовь к встрече с ним субханаху ата'аля на ковре благополучия и благоденствия почему потому что именно такими были пророки Всевышнего Аллаха ата'аля вспомните пророка Юсуфа алейхи салям когда попросил у Аллаха и сказал тавафани муслима альхикани бессалихин упокой меня мусульманинам и присоедини меня к праведникам конечно же то что случилось с Юсуфом на протяжении всей его жизни знаете событий как печальных так и радостных было много у него но в основном вся его история горькая где он нуждался в терпении Юсуф где он и проявил себя как терпеливым перед Всевышним Аллахом когда попал он в колодец его братья бросили его в колодец представьте темный колодец в лесу безлюдном где водятся звери возможно и хищники выбросили его в этот колодец пребывая в этом колодце не сказал этих слов упокой меня у Аллаха когда его заключили в тюрьму тоже не попросил у Аллаха чтобы он упокоил его но когда Всевышний Аллах завершил к нему свою милость когда он увидел свои владения свои возможности в своем царстве как он распоряжался и как все ему подчинялись что этот мир достался к нему сам пришел он за ним не шел что сказал сказал вот эти слова об этом аяте суре Юсуф о Господь мой ты даровал мне эту власть и научил меня толкованию сновидений ты мой покровитель в этом мире и в последней жизни упакуй меня мусульманинам и присоеди меня к праведникам сказали ученые когда Юсуф увидел что этот мир достался ему и пришел к нему затасковал по встрече с Аллахом потому что пророки знают что это испытание а то что у Аллаха лучше и тогда говорит он запереживал и попросил у Аллаха Субхана Хватра чтобы он упокоил мусульманина и присоединил его к праведникам которые уже встретились с Аллахом ссылаясь на все это или отталкиваясь от всего этого сказали ученые доказательством твоей тоски по встрече с Аллахом является любовь ко встрече с ним на ковре благополучия и благоденствия хотелось бы взять с вами последнюю пользу этого хадиса стремление к делам которые будут служить основанием и поводом того что твоя жизнь закончится благополучно и хорошо или как говорят вкратце ученые причины благого конца человека нужно стремиться к ним почему потому что в этом хадисе посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва салям сказал что верующий когда умирает когда его радует о милосердии благоволении довольстве Аллаха когда его радует раем Аллаха он начинает что делать сильно желать и любит встречу с ним с кем с Аллахом субханаху человека так же в этом хадисе наоборот упоминается плохой конец человека значит польза которую мы берем с этого хадиса это делать все возможное для того чтобы закончить свою жизнь и чтобы последним твоим делом в этой жизни было праведным твое состояние тоже перед Аллахом праведное после чего ты будешь прощен и приговор о твоем наказании отменят ты должен стремиться к этим причинам почему потому что Всевышний Аллах субханаху в своем священном писании в Куране приказал стремиться получить благой конец стремиться получить благой исход сказал в суре Али Амран Я Айюхалявина Аману обращаясь к верующим о те которого уверовал Иттакуллаха хаккатукати бойтесь Аллаха настоящим образом бойтесь Аллаха по-настоящему и не умирайте иначе как будучи мусульманами то есть делай причины для того чтобы умереть кем? мусульманинам в этом аяте Аллах побуждает нас стремиться к такому концу поэтому это было стремлением всех праведников которые жили до нас это было целью всех поклоняющихся богобоязненных благочестивых людей которые страшились Аллаха субханаху почитайте суру Аль-Бакра где Аллах говорит Ибрахим завещал своим детям а также Якуб о дети о сыновья мои воистину Аллах избрал для вас эту религию не умирайте иначе как будучи мусульманами то есть Аллах избрал для вас эту религию умрите на ней делайте все необходимое делайте все причины чтобы умереть на ней чтобы получить благое конец также описывая благочестивых обладателей разумом людей в суре Али 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 верующие вызывают к нему словами о Господь наш прости нам наши грехи и отпусти нам наши прегрешения и упокой нас праведниками упокой нас теми которые закончили эту жизнь хорошо чей конец был хорошим или как допустим слова тех которые покаялись совершили некоторые своих грехов а именно в данном аяте имеется ввиду колдовство грех колдовства когда они покаялись а фараон им в этот момент угрожал убийством казнь распятием сказали Раббана Аффари Алейна Собра Ватавафана мусульмин Господь наш не спошли нам терпение и упокой нас мусульманами их готовят к казни им угрожают мучительными суровыми муками и они просят у Аллаха терпение почему потому что хотят чтобы ихний конец был благим хорошим не спошли нам от тебя терпение и упокой нас с праведниками так что же такое благой конец или благой исход имеется ввиду что перед смертью человек прекращает совершать то что гневит Аллаха кается во всех совершенных грехах и занимается делами поклонения потом после этого вот в таком вот положении к нему приходит смерть вот что имеется ввиду под благим исходом именно про это говорил посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям как говорит имам ахлю сунна вальджама свое время имам ахмад ибн ханбаль нам рассказал ибн это его учитель передавая от хумейда это табиин передавая от анаса с подвижника посланника Аллаха салаллаху алейхи истан специально прочитал потому что истан такой красивый короткий достоверный между пророком и ахмадом ибн ханбаля трое всего лишь его учитель ибн абиади потом хумейд потом анас сказал анас сказал посланник Аллаха салаллаху алейхи то есть имеется ввиду в благом направлении но сначала так как не упомянулось в хадисе в чем он их использует сподвижники не поняли спросили как понять он не использует его сказал внушит ему совершить какое-нибудь доброе дело перед его смертью об этом также сообщается в этом же сборнике хадисов мусадь имама Ахмада со слов худайфа радия что посланник Аллаха салаллаху алейхи ва салям сказал манкала ла иллах иллах ибтига аваджхи ла хутима ла хубиха дахал ла тот который скажет искренне стремясь к лику Аллаха ла иллах иллах и этими словами завершится его жизнь в этом дне попадет в рай потом сказал ва мансама яуман ибтига аваджхи ла хутима ла хубиха дахал иллах и тот который будет поститься в одном прекрасном дне стремясь к лику Аллаха и этим делом завершится его жизнь попадет в рай иллах 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 и тот который даст милостыню стремясь к лику Аллаха в таком дне который станет завершительным его жизни или последним его жизни попадет в рай вот это вот есть благой исход и хороший конец заметьте первое в качестве примера посланник Аллаха упомянул самое великое дело кто-то может услышать этот хадис сказать очень легкое дело которое можно союзать каждый день говорит нет не так как ты думаешь почему потому что эти должны быть доказаны перед Аллахом что действительно ты поклоняешься только ему одному и говоришь их искренне от всего сердца будучи правдивым в своих словах подтверждая их на деле и на практике признаешь единство Аллаха в поклонении и показываешь своими органами тело что ты только ему одному поклоняешься а не так лежа на диване говоришь ля и ля и ля и ля и ля но некоторые казахи или люди другой национальности не стремятся к этому чтобы их жизнь завершилась вот таким вот образом на единобожии произнося слова ля и ля и ля и ля а ходят всю свою жизнь отдаленным от всевышнего Аллаха а потом когда умирает собираются люди вытаскивают его во двор и начинает у него над головой читать ля и ля и ля сто раз двести раз тысячу раз ля и ля и ля цель этого обряда до сих пор не понятен какова цель чтобы этим завершилась его жизнь она уже завершилась она уже закончилась он уже несет ответственность за свои дела перед Аллахом он уже встретился с Аллахом цель какая подготовка к встрече с ангелами которые придут в могилу допрашивать его тоже не поможет порой действия таких людей не совсем объяснимо ни с шариаской точки зрения и ни с логической тогда как нужно жить нужно жить вот так вот как в этом хадисе приводит имам Ахмад ради Аллаху анг ва рахима кто сказал ля и ля и ля и ля заметьте самое достойное дело самое благое дело которое стоит выше поста и которое стоит выше милостыни оно не трудное но требует от тебя много как говорят ученые у этого свидетельства есть тяжелые условия у этих слов куюду тякиля очень тяжелые условия не просто так ля и ля и ля илля Аллах и ты лежишь дома или говоришь чтобы за тебя кто нибудь сказал Боже твоей смерти нет эти слова слова чистого единобожия которые требуют от тебя амала правдивости и искренности знания что такое единобожие что такое искренность что такое правдивость с Аллахом Табаракова Тааля что такое поклонение только ему одному очищение этого намерения от всего того что портит его избежание многобожия со всеми его видами, большими и маленькими, большого и маленького и многое другое, что разбирается в великой науке, науке таухид, единобожия. Поэтому долгом каждого мусульманина это изучать таухид, который как раз таки станет самая главная причина твоего благого исхода в этом мире. Самая главная и самая первая причина это сила твоего таухида и сила твоего стремления к единобожию. Станет отличным и самым прекрасным поводом того, чтобы твой конец был благим, чтобы ты был стоек на этом. На этом пути, пути единобожия. Точно так же, как одна из причин это чтобы человек настойчиво просил у Аллаха, чтобы он укрепил его на этой вере, на этом единобожии до самой смерти. Не полагался на свои усилия. Всегда просит у Аллаха настойчиво, чтобы он укрепил его. Чтобы он поддержал его, очищая свою душу внутри самого себя от плохих мыслей, корыстных целей, стремления к показухе, а также приводил в порядок видные и явные обряды поклонения. Тогда, возможно, его жизнь завершится хорошо. Именно про них Всевышний Аллах сказал в суре Воистину те, которые сказали, наш Господь, Аллах, и потом были стойкими, твердыми на этом. На них не сходят ангелы. То есть в момент смерти. Что говорят ангелы, когда забирают его душу? Не бойтесь и не печальтесь, а обрадуйтесь раю, который был вам обещан. Похож немножко на хадис, да? Про который говорил посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Тоже пророк говорил, что ангелы будут радовать его раем Аллаха, благоволением и так далее. Не бойтесь. Не бойтесь то, что вы оставили в этом мире из детей, имуществ, потомств. Аллах, Субханаху Аталлах, хранит праведников после их смерти, их имущества, их потомства и так далее. Не бойтесь. И не печальтесь то, что ждет вас впереди из ужасов судного дня и ужасов адского пламени, потому что Аллах оградил вас от этого. Обрадуйтесь раю, который был вам обещан. Радостная вещь кому? Которые сказали, наш Господь, который создал этот мир, только Аллах. Какой смысл себе несет имя Аллах? Аллах, Зуль-Улюхия. Единственное божество, кого нужно обожествлять и почитать как божество. Не просто наш Господь, Господь, который управляет этим миром, Бог, или как говорят Господь, Бог, просто ограничиваться этим, нет. Аллах, Зуль-Улюхия, обладатель этим великим правом, на обожествление, посвящение, всех видов поклонения, только Ему одному, не предавався товарища. И потом, были тверды на этом, были стойкими, часто прибегали к Аллаху и делали причины, чтобы встретить Аллаха вот таким. Если будет так же человек, вероятно, завершится его жизнь так, как он хочет. И удостоится он этого благого исхода. Как приводит имам Аззхаби, рахима Аллаху Та'аля, в своей книге Сияр А'лямун-Нубаля, в истории Абу Суфьяна, сподвижника-постанника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, когда к нему пришла смерть. Когда к нему пришла смерть, он сказал, не плачьте. Посмотрите сейчас на человека, который сопровождал пророка, алейхи салаллаху алейхи вассалям, и который показал своими делами, что он любит встречу с Аллахом при жизни. Не плачьте, говорит. Фа инни лям атанаттав бихатыятин мунду азлямту. Воистину, я не запачкался ни одним грехом с тех пор, как принял ислам. Не плачьте, говорит. Нету повода плакать. Я не запачкался ни одним грехом с тех пор, как принял ислам, говорит. Ма ша Аллах. Барак Аллаху фи хим. Ради Аллаху аль. Вот такие вот люди были, которые сказали наш Господь Аллах, а потом были стойкими. Не уходили ни направо, ни налево. Не ухищрялись, не хитрили, как лиса. Не уклонялись от заповедей, приказов Аллаха, как лиса, про которых, я рахамок Аллах, про которых сказал Умар ибн ал-Хаттаб, толкуя этот аят. Суры Афус Салят. Еще одной причиной благого конца можно посчитать, хорошие мысли об Аллахе, субханаху ва та'аля, при жизни, особенно перед смертью. Нужно всегда строить хорошее предположение о Господе миров, потому что имам Аль-Бухари, а также имам Муслим, приводят священный хадис Аль-Кудси со слов Абу Хурайры, радия Аллаху аль, где говорится, что Аллах сказал, «Я буду таким, каким представляет меня мой раб». Особенно перед смертью, как приказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе, со слов Джабира, он приводится у имама Муслима, говорит, «Я слышал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, за три дня перед своей смертью говорил, «Ла я мутанна ахадукум, илля ва хуа юхсинуванна берра». «И кто из вас пусть не умирает, иначе как с хорошими мыслями о Господе». То есть перед смертью надежды у тебя должно быть больше, что Аллах простит тебя, нежели страха, что Аллах, субхана хуаталя, простит тебя, помилуй тебя. Надежды на милосердие должно быть больше, а страха меньше. Что касается при жизни, когда ты здоровый, должен бояться Аллаха, субхана хуаталя, больше, чтобы быть стойким и не расслабляться. Поэтому можно посчитать одну из причин благого конца это хорошие мысли об Аллахе, субхана хуаталя. Поэтому всегда Аллах, Всевышний Человек, в сердце которого объединился страх и надежда, Аллах дарует ему то, на что он надеется и убережет его от того, чего он боится. Поэтому имам Ат-Термиди приводит хадис со слов Анаса ибн Малика, радия Аллаху ана. Говорит, однажды пророк, салаллаху алейхи вассалям, зашел к юноше, который испытывал пресмертную агонию. Он спросил у него, «Как ты чувствуешь себя?» Он сказал, «Как ты чувствуешь себя?» Он сказал, «Алейхи вассалату вассалям, «Ла яджитами'ани фи калби абдин фи митли хадал маутин илля ааатаху Аллаху ма ярджу ва ааманаху мимма я хав». Любой раб Аллаха, в сердце которого объединятся эти два чувства, в этот момент Аллах обязательно одарит его то, на что он надеется и убережет его от того, чего он боится. И обезопасить его от того, чего он боится. Эти качества нужно развивать в себе. Два качества нужно развивать в себе, эти чувства, при жизни, особенно перед смертью. Страха, надежды. Кто-то может задать вопрос и скажет, «Как я смогу увеличить в себе страх? И как я могу увеличить в себе надежду?» Ответом будет следующий. Ты сможешь это сделать, изучая и познавая великие имена Аллаха и его возвышенные атрибуты и качества. Потому что у Аллаха есть очень много качеств, и если у него очень много прекрасных имен, пробудет тебе чувство надежды и пробудет тебе чувство страха. А если будешь ходить, не изучая, не познавая твоего Господа, откуда ты будешь бояться? Откуда ты будешь надеяться? На что ты будешь надеяться? Как сильно будет сверкать этот нур надежды в твоем сердце? Если в нем нету познания Аллаха или знания о нем, субханаху атаку. А когда ты будешь знать Аллаха таким, как Ар-Рахман, Ар-Рахим, Аллатиф, Ас-Самир, Аль-Басир, слышащий, знающий, всевидящий, добрый, милосердный, снисходительный и очень-очень много других имен, указывающих на его благосклонность, конечно, надежда пробудется в этот момент. Так же и наоборот, страх, когда узнаешь его имена, такие как Ал-Кахир, Шадиду-Л'Айкаб, Сари'у-Л'Хисаб, быстрый в расчете, в расплате. Одно из качеств Аллаха, что с тобой долго нянчиться не будут. Когда встретишься с Аллахом, долго нянчиться не будут. Объяснять долго не будут тебе. Аллах быстро в расплате. И его хватка сурова, если схватит, не отпустит уже. Шадиду-Л'Айкаб, силен в наказании, сильный в наказании, когда наказывает, сильно, мучительно, неописуемо, страшно, невозможно представить, никто этого не испытывал еще. Ал-Кахир, карающий, унижающий, покоряющий, Ал-Кахир, покоряющий, который будет заставлять тебя делать такие дела, которые будут причинять тебе боль, как, допустим, глотать плоды дерева за кум, которые встанут поперек горла, не проникнут внутрь, и не сможешь вытащить. Дерево в адском пламени растет в основании ада. Колючки, или будут сковывать тебя в цепи, жарить в печке, и так далее. Это все следы его имени Ал-Кахир, Ал-Кахар, покоряющий, который принудил тебя, чтобы ты вот так вот мучился и не смог никуда убежать. И тому подобные имена. Изучая, сможешь себе пробудить эти качества и эти чувства. Поэтому, если будешь жить вот таким вот образом, возможность закончится твоей жизнью хорошо. И третье, конечно, сердцевина этих двух качеств, это Аль-Махабба, любовь. Она основа. Аль-Махабба, любовь. Аллаха, Субханаху, а Тааля. Заметьте, хадис пророка, что сказал, Салаллаху, алейкувасалям, тот, который возлюбит встречу с Аллахом. Значит, это основа. Тот, который возлюбит, он начнет бояться и надеяться, будет делать дела. Почему он делал? Потому что Ахабба, он возлюбил встречу с Аллахом. Значит, Махабба, любовь, основа всех этих действий. Он основной двигатель Аль-Махабба. По мере твоей любви будет твоя тоска по встрече с ним, Субханаху, а Тааля. Значит, твоя тоска по встрече с Аллахом зависит от твоей любви. А твоя любовь зависит от чего? От Ильма, от знания. О качествах Аллаха и его прекрасных имен. Значит, все возвращается к чему? Аль-Ильм. К знаниям, образованию, просвещению. Поэтому Ильм и еще раз Ильм. Знания и еще раз знания. Их нужно получать. Нужно изучать откровения Аллаха, которые он не спасал. Поэтому еще раз говорим, если раб будет находиться в предсмертной агонии, должен хорошо думать об Аллахе, субханаху ва-та'аля, так как имам Ахмад приводит хадис с словом Абу Хурайры, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям передал слова Господа, я буду таким, каким считает меня мой раб, инванна хайран фаляху во инванна шарран фаляху если будет думать обо мне хорошее, получит хорошее, а если будет думать обо мне плохое, получит плохое, говорит. Поэтому никогда плохо об Аллахе думать не надо, особенно перед смертью. Расстается с этим миром, прощается со всеми, направляется куда-то ко встрече со своим покровителем, ничего у него не остается, кроме как надежды на его прощение и на его снисходительность, его доброту, на его щедрость и великодушие. Поэтому некоторые саллифы говорили, о Аллах, на твое прощение мы надеемся больше, чем на свои дела. В этот момент бессильный, слабый человек должен видеть великое проявление этих качеств милосердия Аллаха и что оно преодолевает его гнев. И прощение его, что это качество прощать, добро обходиться с рабами, делать им уступки, забывать то, что они совершили прежде, это качество Аллаха, оно любимее для него, чем месть. Запомните это. Аллах может отомстить за все тебе, но Аллах больше любит прощать. Это достоверно утверждено как в Коране, так и в Сунии посланника Аллаха салаллаху алейхи вассаллина. Поэтому, если будет умирать вот с такими мыслями, возлюбить встречу с Аллахом, и тогда, вероятно, Аллах возлюбит встречу с ним и дарует ему то, что он хочет. шайтан всегда пытается испугать тебя, особенно перед смертью, напугать тебя, устрашить тебя перед смертью, будет разочаровывать тебя в милосердии и в милости Аллаха, и что ты идешь к наказанию Аллаха субханаху атаку, но ты не иди у него на поводу. Хорошая мысль об Аллахе, это самое сильное оружие против этого твоего врага. Поэтому Апа ибн ас-сайб один из таби'инов говорит, мы зашли навестить Абу Абдур Рахмана, то есть, когда он, видать, болел. Некоторые люди начали вселять ему надежду на прощение Аллаха субханаху атаку, и он сказал, конечно, я надеюсь на прощение своего Господа, ради которого я постился в 80 лет, говорит. Также один из таби'инов, которого зовут Ибрахим, говорил, Он говорит, люди нашего времени и методу кого? И методу сахабов. Всегда предпочитали напоминать рабу перед его смерти о его благих деяниях, дабы он хорошо думал о своем Господе, строил хорошее предположение о своем Господе, предпочитали напоминать ему о благих делах перед смертью, как, допустим, говорит Ибн Межлес, говорите больному человеку только то, что ему нравится, то есть из его благих дел. То есть человек болеет, лежит на кровати, возможно умрет, ты не говори, вот, вот, помнишь, ты тогда сделал такой-то грех, помнишь, ты тогда сделал то, он, возможно, сегодня или завтра умрет, ты его разочаруешь или оттолкнешь его от желания, думать хорошо об Аллахе субханаху нет, говорит, напоминать только ему о том, что ему нравится, о самом хорошем. Именно так делались подвижники посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, как, допустим, случай с Умаром, после того, как его пронзили кинжалом, он лежал еще несколько дней, был живой. Говорит Аль-Мисуар ибн Махрана, когда Умар лежал болел, к нему пришел Ибн Аббас пытаясь смягчить его эти боли и сказал ему о Амир المؤминин Глава не горюй не любят тебя. Вселяет ему надежду, напоминает ему о его благих делах. Точно так же приводится в Сахих Аль-Бухаре от Ибн Аббаса, когда он пришел навестить Аишу ради Аллаха, когда она умирала. Что я сказал? Сказал С тобой все хорошо инша Аллах говорит, Ведь ты жена посланника Аллаха салла Аллаху алейхи ва салям Другой действенницы он кроме тебя не видел. И Аллах Сам Всевышний оправдал тебя свыше. То есть когда ее обвинили в прелюбодеянии лицемеры, ждали больше месяца, когда Аллах не спошет по этому поводу откровения оправдывая ее и Аллах это сделал через некоторое время. Почему затянулось по мудрости Аллаха чтобы показать лицо некоторых лицемеров и чтобы проучить некоторых верующих и чтобы узаконить новые законы в обвинении целомудренных женщин прелюбодеяния. Напоминает о хорошем пересмерти, поэтому именно так нужно поступать, как делали это саляф и салях. Приводится одна история бедуина. Когда он умирал, ему пришли и сказали ты скоро умрешь. А он повернулся к ним и сказал а куда меня поведут? Они сказали к Аллаху. Они сказали к Аллаху. Он сказал а почему я буду бояться чтобы меня повели к тому от кого мы видим одно хорошее и благое или все блага и все щедроты исходят только от него от того кому сейчас меня ведут почему мне бояться встречи с ним говорит надеются на встречу с Аллахом субханаху и таких историй очень много вкратце говоря это важное правило которое нужно знать которое возможно станет одна из причин хорошего окончания также одна из причин это богобоязненность конечно же как Аллах Уране сказал тот который будет бояться Аллаха он облегчит ему все дела как ты думаешь какого момента захотел бы ты чтобы Аллах облегчил тебе его конечно же момент твоей смерти перед смертью поэтому если хочешь чтобы Аллах облегчил тебе этот момент и хорошо закончить эту жизнь бойся Аллаха также одна из причин конечно же это правдивость как Аллах приказал в Коране будьте справдивыми правдивость это искренность которая имеется у тебя в сердце и находит свое подтверждение наружу это называется правдивость поэтому верующий всегда правдив с Аллахом точно так же как он правдив в своих речах своих деяниях своем вероубеждении доказать это хадисы Бал-Масуда у Бухаря и Муслима где посланник Аллаха салла аллаху алейхи вассалям говорит алейкум будьте правдивы будьте правдивыми воистину правдивость ведет благочестие а благочестие приводит к раю не перестанет раб поступать правдиво и искать ее быть стараться правдивым в словах и делах в своих вероубеждениях пока не запишется он у Аллаха как правдивейший в этом хадисе указание на то что правдивый человек который постоянно придерживается правдивости и исходит от него только правдивые речи правдивые дела и имеет только он правдивые вероубеждения которые постоянен он ищет он старается быть правдивым говорит посланник Аллаха приведет его к чему приведет его благочестие а благочестие приведет его к раю то есть его жизнь закончится хорошо то есть его жизнь закончится хорошо и будет у него благой конец конечно же что такое правдивость сердца что такое правдивость на делах и в речах Это длинная тема, которая, можно сказать, включает в себя все вероубеждение человека и все дела его сердца. В первую очередь, конечно же, таухид и хлаас, и ему подобные деяния, которые посвящаются единому Всевышнему Аллаху Субханаху Вата'аля. Правдивость – это реальная причина благого конца, хорошего конца. Послушайте историю, которую приводит имам Аль-Наса'и, а также имам Аль-Хаким со слов Шаддада ибн Аль-Хади. Ради Аллаху Ааньх, хадис является достоверным. Говорит, пришел один бедуин к посланнику Аллаха Салаллаху Алейхи Ва Салям, уверовал в него и последовал за ним. Потом сказал, я сделаю хизру вместе с тобой, я переселюсь вместе с тобой, я буду с тобой. Тогда посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Ва Салям дал поручение некоторым своим сподвижникам, чтобы присматривали за ним и взяли его во внимание. Потом однажды, когда в один из военных походов посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Ва Салям получил трофеи и начал делить их. Дал сподвижникам положенное им, пришел этот бедуин и ему дали его долю. Тогда, когда он увидел это, сказал, что это такое? Они сказали, это твоя доля из трофеи, которые тебе выделил пророк Салаллаху Алейхи Ва Салям. Тогда он взял эту свою долю, пришел к посланнику Аллаха Салаллаху Алейхи Ва Салям и сказал, что это у посланника Аллаха? Он сказал, это твоя доля. Он сказал, я не из-за этого последовал за тобой. Я, говорит, не за этим последовал за тобой. Однако я последовал за тобой, чтобы стрела попала мне сюда и показала на свою шею. И попасть в рай, говорит. Тогда посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Ва Салям, когда выслушал то, что он сказал, сказал, «Интасдук Аллаху ясдукка». Если ты правдив, Аллах оправдает твои надежды. Говорит в передаче хадиса, через некоторое время произошло сражение с врагами. Потом, после завершения боя, привели к нему этого бедуина с торчащей стрелой в шею. Тогда посланник Аллах сказал, Салаллаху Алейхи Ва Салям, это именно он? Ему сказали, да, это он. Он сказал, «Садака Аллах, фа садака». Он, говорит, был правдив с Аллахом, и Аллах оправдал его надежды. Потом посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Ва Салям обвинул его в саван, выдвинул вперед и прочитал заупокойную молитву. И из того, что он сказал во время своей молитвы, были его слова, «Аллахума хада абду кахараджа мухаджиран факутила шахидан, ана шахидан аля далик». «О Аллах, это твой раб, который вышел, переселившись к тебе, умер шахидан. О Аллах, я свидетельствую об этом. О Аллах, я свидетельствую об этом». То есть, сделал дуа посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Ва Саляма за него. Этот человек был правдив с Аллахом, и Аллах оправдал его надежды. Поэтому правдивость приводит к благому концу. И Аллах оправдывает надежды правдивого человека, который ищет благого конца у Всевышнего. Именно про таких людей сказал Аллах в Коране, «Иминаль му'менина риджалюн садаку на агаду Аллаха Алейхи». Среди верующих есть такие мужи, которые правдивы тому завету и договору, которые заключили с Аллахом. «Фаминху ман када нахбаху». Среди них есть те, которые уже ушли из этой жизни, умерли. «Ваминху ман янтазыр». Есть такие, которые ждут. «Ванаабаддалют абдиля». Ни в чем не изменив Аллаху Субханаху Ата'аля. Правдивость именно приводит к этому. Также можно посчитать одной из причин благого конца – это покаяние Тауба. Потому что тот, который кается, раскаивается перед Всевышним Аллахом Табаракова Ата'аля, после чего умрет на этом, воскресит он в судный день чистым, без грехов, будучи сожалевшим, содеянным, мерзком, дурном, плохом, раскаившимся, как сказал посланник Аллаху Субханаху Алихи Ва Саляму, «Ман мата аля шей'ин, ба'атаху Аллаху Алиху» – тот, который умрет на чем-то, воскреснет на этом. Самый убедительный хадис по этому поводу – это хадис того человека, который убил 99 душ и потом захотел покаяться. Стал спрашивать у людей, живущих на земле, кто из них является самым знающим. Ему указали на одного монаха из числа Бану Исраиля, сынов Исраиля. Он пришел к нему и сказал, что убил 99 человек. И спросил, принесет ли ему пользу покаяние. Тот сказал, нет. Тот был невежественным. Сказал, нет. И тогда он убил его тоже, этого монаха, доведя количество погубенных им душ до сотни. Потом он снова стал спрашивать людей о том, кто из живущих на земле является самым знающим. Ему указали на одного знающего человека. Встретившись с ним, он сказал, что убил 100 человек. И спросил, принесет ли ему покаяние пользу. Тот сказал, да, конечно. Кто же мешает кающемуся принести покаяние? Отправляйся в такую-то землю, где живут люди, поклоняющиеся Аллаху Всевышнему. Поклоняйся Аллаху там, с ними, и не возвращайся на свою землю. Ибо на этой земле творится зло. И он отправился туда. Но на середине пути его настигла смерть. И из-за него начали спорить между собой ангелы милости и ангелы мук. То есть, не дошел до этой земли, умер. Тогда спустились ангелы милосердия и ангелы наказания. И у них возник спор. Ангелы милости сказали, он шел с покаянием, обратившись сердцем своим к Аллаху Всевышнему. Что же касается ангелов наказания, то они сказали поистине, он никогда не совершал ничего благого. И тогда к ним явился ангел в образе человека, которого они избрали судьей в своем споре. Он сказал, измерьте расстояние до двух этих земель. И к какой из них он окажется ближе, то и будет принадлежать. То есть, если к земле, где творилось зло, то заберут его ангелы наказания. А если ближе к земле, где живут люди, поклоняющиеся Аллаху и где царит добро, то заберут его кто? Ангелы милосердия. Говорит посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, как приводится в одном рыве от этого хадиса, и Аллах Всевышний внушил одной часть земли отдалиться, а другой приблизиться, после чего сказал, измерьте расстояние до них. И они обнаружили, что он опять ближе к этой, после чего его приглашения были ему прощены. То есть, божественное вмешательство по причине его этого намерения покаяться и раскаяться в содеянном, позволило ему обрести благой конец. Еще одна причина благого конца – это постоянно помнить о смерти и не строить много планов на будущее, сократить свои надежды. Также одна из причин благого конца – это страх, что твоя жизнь закончится неблагополучно. Страх, что ты закончишь плохо в этом мире. Сделаешь причины, которые приведут тебя к плохому концу, такие как упорство в совершении грехов, синдром откладывания покаяния, откладывать покаяние. У некоторых людей это уже превратилось в синдром откладывать покаяние. И любовь к этому миру – все это приведет к плохому концу. Плохой конец – это когда тебя настигнет смерть, а ты в самом наихудшем положении, отвернувшийся от Господа, избегающий выполнения Его приказов, совершающий то, что вызывает Его гнев и недовольство, негодование. Поэтому некоторые даже перед смертью своей отказывались говорить свидетельство или произносили то, на чем они жили и к чему были пристрастны либо спиртное, либо какие-то другие плохие дела, либо женщины и так далее, либо расставшество, либо проценты, либо лихва и так далее, либо взятки. Это постоянные грехи они совершали и умерли на этом. Поэтому говорят некоторые ученые, и то, что ты не видишь происходящее с такими людьми, намного хуже и намного больше. Если, говорит, Шайтан при жизни смог им овладеть, когда у него были силы оттолкнуть его, что ты можешь сказать сейчас, он без сил, слабый лежит, что с ним сейчас делает Шайтан? Можешь себе представить, что сейчас Шайтан с ним делает? При жизни Шайтан овладел им, а он во всех своих силах понимает, что делает, но все равно поддался на искушение. А сейчас, когда потерял силы, слабый, немощный лежит, представляешь, что с ним сейчас Шайтан делает? Представляешь его, какой сейчас конец? Поэтому у некоторых даже язык не поворачивался, говорит, ля-иллах, когда ему напоминали. Вот прожил же с Шайтаном, вот он и подвел тебя перед смертью. «Ва кана Шайтану лил-инсани хавзуля», говорит Аллах в Куране. Воистину Шайтан оставляет людей без помощи. Как раз таки этот момент является таким, в котором Аллах укрепит верующих твердым словом, и ты будешь нуждаться в этом. Аллах укрепляет твердым словом тех, которые веровали в этой жизни и в последней, в могиле, на допросе. Здесь ты будешь нуждаться в укреплении, но укрепление может не прийти. Аллах может отвернуться. Почему? Потому что ты при жизни отвернулся от Аллаха Субхану Хуа Тааля. Поэтому нужно избегать плохого конца, быть пристрастным к этому миру, иметь плохие вероубеждения, грешить, отворачиваться от Аллаха Субхану Хуа Тааля, бросать поклонение, как попало относиться к намазам, упорствовать в совершении грехов и так далее. Все то, что гневит Господа миров. И просим Всевышнего Аллаха Субхану Хуа Тааля, чтобы Он наградил нас благим концом и помог быть стойкими до самого момента встречи с ним. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok